Приветствую вас. Первое, о чем хочется сказать, это, пожалуйста, и то, что данный подарок, который мужчина вам подарил, в первую очередь говорит о некой специфике ваших отношений. То есть вот поскольку отношения у вас, они на расстоянии, то мужчина хочет, чтобы вы о нем как можно больше думали. Мужчина хочет, чтобы его было как можно больше в вашей жизни. Потому что обычно, когда люди на расстоянии, они испытывают страх, что, например, вы можете мужчину забыть. Вы, например, можете там перестать его воспринимать однажды. И вы говорите, что ваши отношения вступили сейчас в активную фазу. Так вот, может быть, именно активная фаза и означает, что ваш молодой человек осознал, что вы ему дороги слишком. И он сейчас начал, ну, например, бояться вас потерять. Допустим. Допустим, он начал бояться вас потерять. И именно поэтому, потому что он начал бояться вас потерять, он и сделал такой подарок, чтобы напоминать вам о себе как можно более чаще и как можно более активнее. Вот, это первое. Второе. Ну, как бы на эмоциональном уровне, вы знаете, подобный подарок, ведь не просто так сделать, да, то есть это не то, что, например, пошел в магазин, да, и взял там что-то купил и подарил. Это даже не цветы, которые вы, в принципе, можете там любить, да, и так далее. Нет. Такой подарок свидетельствует об определенном отношении мужчины к самому себе в первую очередь. Вот это вот нужно понимать, что у человека есть соответствующее отношение к самому себе. То есть, может быть, есть склонность к самолюбованию. Может быть, есть такая вот вербальная идентификация. То есть, есть вот такое, такое понятие в психологии как идентификация, когда человек идентифицирует себя с какой-то очень яркой личностью, с каком-то ярким человеком. Ну, так еще называют кумиром, когда вот кто-то хочет быть похожим на кумира. И мужчина этот, имея такую склонность, склонность к самолюбованию, имея такую склонность, склонность к тому, чтобы стремиться запечатлеть себя вот в каком-то образе и этот образ передать вам, это одна из его черт. Она не обязательно плохая, это черта, она не обязательно хорошая, то есть, ее не нужно как-то вот стараться представить в определенном свете. Но это черта есть. Как бы там ни было, что бы там ни было, это черта есть. И вам необходимо для себя вот это понять, что мужчина ваш и ваш в первую очередь такой, и поведение его обусловлено с одной стороны вашей ситуации, с другой стороны, это тоже немаловажно, его отношением к себе. И в принципе все, приметы, это тоже имеется экологическое обоснование, не хотел бы о нем сейчас именно здесь говорить, ваш вопрос все же про другое, но тем не менее. Тем не менее, как бы нет у примет с точки зрения психологии, анализируя все, что известно о восприятии, о ассоциации, о научительной человеке и так далее, нет у примет ничего мистического и магического. То есть, это все лишь только основано на вашем восприятии. И поэтому сам подарок по себе ничего не значит, не значит, что вы обязательно достанетесь, нет. Но он является как бы соответствующим, является одним из проявлений той специфики ваших отношений, которые у вас есть. И не больше, не меньше. То есть, не нужно занижать значение этого подарка и пытаться как-то думать, что вот здесь какой-то тайный смысл, мужчина хочет меня бросить или оценить со мной. Не нужно, как бы наоборот, гиперографировать значение. То есть, не нужно, простите, немножко перепутал, не нужно занижать, то есть, говорить о том, что это вообще ничего не значит. А подарок вообще не стоит воспринимать как что-то значимое, это тоже было бы неправильно. Потому что все-таки, все-таки, любой подарок, это, ну, человек вкладывался, человек тратил свои силы, духовные, эмоциональные силы, и это тоже имеет значение. Поэтому я думаю, что вам нужно обротить всю мистику, обротить весь иррационализм, и просто взвинуть на ситуацию так-то так, как она есть. То есть, вот, с позиции, обозначенных, с позиции, которую я обозначил, это было бы самым правильным для вас решением. На этом все, надеюсь, помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.